Так, сегодня на вебинаре мы будем проводить по... Ирина, спасибо большое, я поняла, звук хороший. Значит, мы будем проводить по такому плану, значит, мы сначала с вами познакомимся, я немного расскажу о себе, расскажу свою историю, потом мы поговорим о сути проекта, расскажу, что, зачем, когда и так далее. Ирина, поговорим с вами, я покажу наши преимущества, преимущества компании, с которой мы работаем. Ну и для самых стойких, для тех, кто останется с нами до самого конца, для вас предусмотрен от нашего проекта «Экспресс-карьера» замечательный приз, это бонус, но мы оставим немножечко такую интригу и об этом поговорим уже в конце нашей встречи с вами. Ну, тогда начинаем по плану. Значит, кто меня не знает, меня зовут Екатерина Гивчак, на данный момент я в открытом звании золотого директора, по званиям немножечко потом разберем, но чтобы вы понимали, у меня в структуре уже есть 2 полноценные ветки, 2 полноценных директора, у которых есть тоже свои структуры. То есть это люди, которые зарабатывают вместе со мной. По образованию я юрист, мне 27 лет, у меня сын, муж, ну, обычная, наверное, семья, как у всех. Я свою семью очень люблю, очень горжусь ними. Но, как-то, моя история началась, наверное, в конце 2012 года. На тот момент я была в декретном отпуске. И вот большинство мамочек знают, когда они в декрете с ребенком находятся, да, хочется чего-то сделать, но так как есть привязанность к ребенку, не всегда все получается. Плюс с мужем были какие-то немножечко натянутые отношения. Он считал, что я должна быть дома, сидеть с ребенком, ухаживать там, да, за семьей. И все. То есть никаких больше для тебя перспектив, интересов я особо не видела. И в тот момент я очень хотела что-то такое делать, чтобы не отрываться от ребенка и от семьи. Потому что, ну, как бы я что-то не хотела для себя сделать, это у меня было на первом месте. Я не привыкла никогда ничего просить у кого-то. Я всегда зарабатывала сама еще с 17 лет. Поэтому я искала очень много таких вариантов. Перепробовала. Поверьте мне, я очень многое. Даже сейчас смешно и стыдно о некоторых вещах вспоминать. Ну, это был опыт. Все, наверное, у человека должно быть в жизни, чтобы попробовать. И вот в конце 12-го года мне в Одноклассники пришла смс-копообщение с неизвестной мне, напустим, у меня женщины, где, ну, такой стандартный текст был, там, здравствуйте и так далее. Все, что я там увидела и поняла для себя и заступила за это, это 500 долларов в месяц и не уходя из-за. Если честно, признаюсь, я на тот момент думала, что это, ну, какой-то развод. И вот как сейчас помню, я решила себе, так, я никому ничего говорить не буду. Если это лохотрон, чтобы у меня мои близкие опять, ну, как бы, не корили и не смеялись надомно, что я вечно что-то увлажу, думаю, так, я попробую. Не получится, значит, не получится. Но не тут-то было. Я получила первые инструкции, сначала вообще не понимала, что от меня хотят и что мне надо делать. И вообще, вот, начинаю сейчас вспоминать и прям улыбка появляется. Как это все было классно, интересно. Вот с первых шагов мне пришлось усваивать совсем новую профессию. Но благодаря спонсорам, благодаря тому, что была командная поддержка, я потихонечку начала вникать по шагам в инструкции, что как надо делать. В итоге я постепенно, поднимаясь по карьерной лестнице, за год хвостиков вышла на уровень директора. Мы с вами сейчас будем говорить и выстрадивать тему уровень директора. Я просто хочу анонсировать еще, чтобы вы понимали. Это не значит, что до этого времени мы ничего не зарабатываем. Мы зарабатываем, но все мы принято брать во внимание этот уровень, потому что на этом уровне уже отличный такой доход, который ощутимый. Поэтому все первым делом спрямлятся выйти на этот уровень. Так, ну и я вот за год вышла на этот уровень директора и заключила договор с компанией. Договор можно заключать и раньше, но почему это все делают в уровне директора, немножечко позже я вам расскажу. Значит, доказательства всему тому, что я вам говорю, почему я открыла частное предпринимательство и так далее. Я сделала небольшие фотографии. Это фотографии реальные, которые у меня были в папке. Я не скачивала ничего с интернета. Вот как они у меня были, так и сфотографировала. И так я хочу их вам показать, чтобы вы видели, что тут все действительно реально. Нету никакого подвоха и нету никаких украшений, ничего. Значит, у меня есть документ, это выписка в ВОЗ службы, да, рестрационный. Тут у меня есть присвоенный номер. Неверно, плохо видно, но с 2013 года я получила этот документ. Также буквально в январе, если это вот следующий слайд, я подала свой годовой отчет. Это чтобы мы понимали, о каких суммах мы будем сейчас говорить. Значит, в январе я подала годовой отчет за 2014 год. Тут вот есть план. Думаю, кто имел вообще работу с данными документами, понимает, о чем я говорю. Если нет, в интернете есть очень много всяких шаблонов, документов, вы можете посмотреть. Значит, тут есть печатка у нас налоговой службы, то есть ее подделать нереально. Я думаю, никому и не надо ничего подделывать, потому что у нас проект, в принципе, не в принципе, а в принципе, и все доказуемо, все правильно, все честно. Следующая сторона нашего отчета, который я показываю, тоже не знаю, как вы видите, но я старалась увеличивать. Сумма стоит за год 120 тысяч гривен, это очень легко посчитать, делим на 12 месяцев, получается 10 тысяч гривен чистыми в месяц. То есть эта зарплата у меня 10 тысяч гривен. С них я оплачиваю налог 5% и пенсионный фонд. Ну, если смотреть по разным странам, я знаю, в России немножко другие аналоги, там 6% в других странах, ну, это уже мы смотрим по законодательству каждой страны. Но суть одна и та же. То есть мы получаем чистую прибыль, это все наличные на банковский счет, да, и мы как частные предприниматели, как законопослушные официальные предприниматели, мы подаем документы в государство. Так, поэтому я почему это начинаю показывать, чтобы вы понимали, что мы здесь не играем в какие-то игры, это не что-то виртуальное, это реальные документы, это реальные факты. И вот так как я реальный человек, сами сейчас общаюсь. Не буду вот заходить далеко, там, годовые отчеты и так далее, буквально 4 дня назад, вот думаю, всем видно, 4 февраля 2016 год, 17.58. Я получила смс на свой телефон, и так происходит, слава богу, каждые 3 недели без задержек, ну, это просто кайф. И мы видим сумму 7755 гривен 60 копеек. На данный момент, сравнительно с зарплатами по моему региону, это, если посчитать, это в 5 раз больше, чем люди получают за месяц. И люди, которые работают с 8 до 5, причем, наверное, работают за двоих, если не за троих. Я получаю такой доход в интернете, и люди, которые собрались тут, я думаю, тоже пытаются найти какой-то вариант, да, чтобы тоже так зарабатывать. Скажите, вы бы хотели такой доход получать, вот, и выходя из дома? Жду авторию. Правда хотите? Потому что это, ну, скажем, может это минимум, на котором я вот сейчас, есть перспективы еще на будущее. Каждый какую цель себе поставит, какую сумму, он может к нему идти. То есть карьерная лестница тут очень большая, и кто у нас сколько себя чувствует, сколько сил хочет, да, вот, вложить в свой бизнес свою работу, сколько и получает. Я очень довольна. Честно скажу, и кто бы что меня не переубеждал, и что бы не доказывал, я уже все на себе ощутила. И поверьте, что, ну, никто мне не докажет обратное. Поэтому я сейчас тут перед вами показываю конкретно те вещи, которые и вы можете получить, если придете именно в наш проект. Понятно, каждый рекламирует, да, свой товар, но сегодня я вам покажу преимущества наши, да, которых вы не найдете нигде. Это миллион процентов, что вы такого больше не найдете нигде. Потому что если вы откроете любой проект в интернете, там есть или СНОАС, или какие-то домануки, вот вы приведите еще, ну и так далее. Очень много всяких моментов. У нас этого всего нет, и об этом мы поговорим. Дальше у меня подготовленный слайд. Если честно, я хотела сделать слайды своей жизни, показать вам до и после. Почему-то я когда начала рыть по своих фотоальбомах, у меня, кроме моего замечательного ребенка, миллион фотографий, меня, к сожалению, нет. Где-то там есть какие-то вылазки на природу, возможно, где-то полкадра, там что-то готовлю или что-то такое неинтересное. Короче, мне стало прям, ну, как-то не по себе. А как я жила раньше, у меня ничего такого интересного не происходило. Я работа, дом, дом, работа, где-то куда-то там побегать ребенком, и на этом все. К сожалению, вот сколько я работала на той работе, получилось 10, 8, 8 или 9 лет. По-моему, не помню, меня уволивают, не помню, хорошо же не помню. И вот у меня ничего такого интересного особо не происходило. Тем не менее, пока я в проекте тут третий год, да, я выбрала только такие основные мероприятия, на которые я смогла попасть, в которых я была, есть фотографии, которые я могу и вам показать. Вот если мы будем двигаться с фотографии сверху слева, да, вот стоит группа людей с чеками. Это реальные люди, которые были на банкете директора в 2013 году. Это грандиотное событие было. Там, я не знаю, сколько тысяч человек и сколько миллионов гривен, долларов, как хотите называйте, было потрачено на оформление данного мероприятия. Тут люди награждались чеками, причем это не было просто как лотерея, это люди заработали и получили свои премии. То есть, помимо, вот как я показывала мои зарплаты, да, если я хорошо работаю, мне компания еще говорит спасибо и дает мне премии в долларов. Дальше, вот, если вы видите, это же фотография такая, где такой лимузин, там было очень много машин, мы все фотографировались. Это было так весело, да, может, у меня там такая, ну, интересная поза, но мы очень действительно веселились. Мы когда собрались со всех регионов Украины, девочки, вот, увиделись живую, это не передать словами, это так классно, вот, когда вот видишь своего партнера, коллегу. И, ну, это, это морально как-то подняло нас, не знаю, но меня так лично, меня подняло на такой уровень, наверное, на 100 метров над головой. Мы там как-то в воздухе летали. Это было очень круто. Дальше есть фотография, где я, ну, в каком образе, это был выезд в город Львов, кто знает Украину. Там компания организовывала трехдневный выездной директорский семинар. Там было руководство компании, они там организовали вечеринку в стиле 20-й, все должны были быть в рискоде, вот, как говорится. Ну, была шикарная вечеринка, очень было круто, классно, то есть я на таких еще не была. Дальше, справа, тут есть картинка, где такие золотые, да, человечки-то, это живые люди, просто такие закрашенные. Я помню, как сейчас их плала сначала, когда они заширили. Это тоже, это в оперном театре, меня пригласили на квартальный форум, на большой сцене в оперном театре нас награждали за каждый вышедший уровень. Вот у меня фотография ниже, у меня в руках такие статуэтки-постеры, да, когда она зафильм награждает. То есть это настолько приятно, когда ты делаешь свою работу, причем в удовольствие. Тебе еще за это платят, еще плюс приглашают на такие грандиозные мероприятия. Да, то есть я словами это передать не могу, я могу только посещаться, я могу поделиться с вами и вот показать, где я была. Последнее мое мероприятие, на которое я попала, это банкет директоров 2014 года. Там я уже получила свой первый чек в 1000 долларов и закрыла уровень директора. Вот фотография ниже, вот четверо мы стоим, это слева я, дальше идет девочка, это мой директор, она уже, кстати, сейчас даже больше звания закрыла, чем я. Она звание золотого директора, рядышком с фиолетовым стоит Люда Медведева, перед тем была Корненчева Лена, дальше идет Медведева Люда, это мой менеджер с другой ветки, она тоже уже скоро будет на директора выходить. И рядышком еще один наш менеджер. То есть мы все вместе, командой, кто старше, кто больше, но мы вместе встречались, мы сняли себе гостиницу, мы одной большой компанией там были. Ну, короче, было очень-очень круто. А самое, что интересное, на следующий год у нас будет еще больше. Причем так много, что я не знаю, будет ли в Киеве как-то так круто, что мы все туда нестились. То есть, да, вот мы буквально несколько фотографий, но я вот перенесла в каждое место, каждый раз, где я была. На моей предыдущей работе, да, я думаю, больше половины, если не 80% людей, которые работают, их не отправляют на такие мероприятия и не делают для своих людей такое. Потому что каждый дядя хочет заработать чем больше, и зачем он будет напрягаться, да, что-то тратить. Люди тут работали, они им будут работать. В нашем случае, в нашем проекте «Экспресс карьера» и «Я карьера онлайн» совместно с компанией «Реклэм» совсем по-другому. То есть, это европейская компания, и они понимают, что чем больше людей поощряют, тем больше люди работают. Вот и все. Дальше у меня флакик такой интересный, чтобы показать опять же конкретно, да, мои покупки. То есть, говорить, что я получаю там круто, классно деньги, да, это хорошо, на деньги можно потратить и, ну, скажем, доработать дальше еще раз, и что дальше. То есть, я могу похвастаться конкретно, что я по своей зарплате смогла купить конкретные вещи. Вот раньше я бы даже, наверное, я не знаю, сколько мне надо было собирать и откладывать, и экономить, чтобы вот что-то себе позволить. Такими зарплатами, которые... Вот я захотела посудомоечную машину. Видите, да, снизу, там, слева, снизу есть посудомоечная машина. Мне пришла зарплата, я с мужем посоветовала, мы пошли купили, просчитали с карточкой за один раз, и все. Дальше сверху я очень хотела... Ну, мы сделали вот буквально полгода назад, мы сделали красивый ремонт в стиле таком хай-тек, ну, где реально все, как я хотела, вот мы все так сделали. Я не говорю, что это все я, потому что, ну, скажем, я еще не настолько зарабатываю, чтобы я там целый дом оформила. Да, мы совместно с мужем. Муж тоже зарабатывает по своей профессии, но поверьте мне, что даже тех, пускай, 30%, которые вклад я сделала в семью, это очень много чего стоит. Для меня и для мужа, то есть мы сейчас понимаем, кто, как зарабатывать, кто так помогает, то есть это очень-очень большой плюс в семью. Значит, вот я хотела такую вытяжку, да, там вот сверху, как и плотную немножко, но мы хотели, мы ее купили. Дальше я хотела большую ванну, да, у меня ее никогда не было, я всегда вот там с мужем ссорилась. Мы поставили и ванну, и рядышком душевую кабину, всем комфортно, всем уютно, захотели в джакузи, захотели это ванная тоже. Пришла зарплата, пожалуйста, пошли в магазин, купили. Ниже фотография детской комнаты, ну, там немножечко армагеддон, но это детский, скажем, такой рабочий процесс, это такая одна сторона комнаты тоже. Я когда-то мечтала, я такое только в телевизоре, наверное, видела и думала, что такого даже, ну, я не знаю, где такое может быть, в фотошопе, наверное. У нас это получилось сделать в реальность. И когда мой малыш зашел в комнату, он же был, да, 5 лет ему было уже, он зашел, он такой, вау, как классно, он прыгал от радости. Эти эмоции это не передать нам сейчас словами. То есть это действительно круто. Сверху я даже сфотографировала двери, как бы это ни было смешно. Но 4 двери, вот кто знает цены вообще у нас в Каин, у нас 4 двери получалось, по-моему, 12 или 15 тысяч гривен. Ни много ни мало это, ну, как-никак это вложение. И что? И мы пообщались с служим, говорю, ну, ладно, сейчас будет премия у меня от компании, да, вот пойдем и закажем, и все будет нормально. Так и было, пришла премия, и мы пошли, рассчитались, перевезли, установили, все. То есть мы, ну, как бы, особо не задавались вопросом, мы не брали кредитов и так далее. Дальше, ниже фотография, это была наша мечта с мужем, это поставить камин. Раньше это мы даже, боже, я камин где видела, наверное, где-то в каких-то других саунах, или там у каких-то друзей, которые круто стояли. О себе я даже такое никогда не могла подумать. Но доходы повысились, да, и мы смогли сделать, скажем, реальность, ту мечту, которую мы захотели. Мы поставили себе камин, мы вот сейчас, когда холодно, муж накидывает дрова, и мы вот просто себе ходим балдеем. Все, больше мне ничего и не надо было. Понимаете? Плюс, скорее всего, даже все, что тут на фотографиях, я писать не смогла. То есть я не говорю о том, что я там машину мою установили, да, у меня был старенький ламп, у меня сейчас шевроле такая прикольного бирюзового цвета. Я запиталась на курсы английского, у меня ребенок ходит на плавание тоже, да, платные процедуры и так далее. То есть много чего в жизни поменялось. И это конкретные наши были когда-то мечты, сейчас это стали конкретная цель. И за счет того, что нам в компании проект позволяет это все осуществить, да, мы насчет этого в этом проекте и работаем. Я очень-очень благодарна и очень-очень горжусь. Но это я вам показала конкретные вещи, что у меня есть, да. Но я понимаю, что вот вы если придете прямо сегодня, сразу этого не будет. Правильно, это не сказка, это не какой-то, я не знаю, не лотерея какая-то. Это перспектива, это работа на будущее, это работа над собой, это что-то новое в вашей жизни. И вот я вам показала, что у меня есть, да. И я желаю, чтобы у каждого своя мечта осуществилась вот такими конкретными примерами. Давайте сейчас, вот мы перешли с истории про меня, да. Я вам сейчас хочу рассказать более подробно о нашем проекте, что это такое, с чем его едят и так далее. Хорошо? Чтобы, ну, вы себе уже немножко картинку рисовали в голове, что если вы принимаете решение участвовать и проходить с нами, чтобы вы понимали, что вас ждет. Значит, это документ, квартальный акт от компании. Внизу видим таблицу по каталогам разбитой суммы. Там не видно, но я вам примерно говорю, общая сумма 42 тысячи, там, с копейками, да. Ну, это, как вы считаете, тоже 120 тысяч в год. Это за период с 30 марта по 21 июня. То есть, да, я получила такой документ. Значит, за что нам конкретно платит компания? В этом тексте, даже если увеличить, вы нигде не увидите за продажу. Или там, да, за еще, если вы такое продавать, там, вы как все привыкли читать, и реклайм это продажа. Нам компания платит за привлечение потенциальных клиентов. Конкретнее не клиентов, я бы сказала, а потребителей. Вот мы с вами на 100% всех всегда потребители. Мы идем в магазин, мы купили хлеб, мы потребители. Мы пошли в магазин, там, не знаю, одежды, купили одежду, мы также потребители. И мы потребляем каждый день. Разница только в том, где и что мы покупаем. На данный момент есть у вас возможность покупать, да, покупать со скидкой, но еще при этом очень-очень-очень хорошо зарабатывать. Я не побоюсь этого слова, да, поставить такое, типа, конкретно, что это очень, потому что это действительно так. Если мы даже идем в какой-то супермаркет, и мы там, у нас есть дисконтная карта на 2%, так это там надо тоже выполнить условия и так далее, это ничто сравнительно с тем, сколько мы зарабатываем в этом компании, в нашем проекте. На следующем слайде показано, как выглядит вообще вот это потребление на деле, да, вот что мы конкретно делаем. Я говорю, вот проект, суперкомпания, все хорошо, все замечательно, но что дальше? Я вам скажу, что есть три очень больших и таких простых правила в нашем проекте. Три простых действия. Это может сделать каждый. Поверьте мне, каждый из вас это может сделать. Значит, первое, это пользоваться продукцией, так как вы пользуетесь любыми товарами из других магазинах, просто плюс в том, что вы пользуетесь, не выходя из дома, заказываете у себя в интернет-магазине, пользуетесь со скидкой до 17%, это почти 1,5 у вас скидка, да. Второе действие, это обучаться, рекрутировать. То есть вы придете к нам в проект, и тот, кто вас подписал, или ваш состоящий спонсор, организует вам обучение, где, как искать людей, таких же самых, как вы, которые просто потребляют, не продают, не заказывают миллион коробок на грандиозные суммы, просто покупают так же, как вы, да, и, значит, пользоваться продукцией, обучаться и рекрутировать. Три простых шага. Честно скажу, даже этому, я, как такой свободный пользователь компьютера, мне пришлось этому учиться. Я много чего не знала, много чего не понимала. Мне пришлось научиться. Но я это захотела, это сделала. Поверьте, каждый из вас сможет так же самое. На этой таблице показан стандартный пример, за какой период можно выйти на хороший доход. Да, вот мы, опять же, берем за основу уровень директора. Это стандартные расчеты. То есть у каждого человека, кто в нашем проекте, происходит все по-разному. Все зависит от него, все зависит от активности, от активности людей, ну, и вообще, да, от системы работы. Тут показан пример, что можно выйти за 11 каталогов на доход 3 тысячи долларов. Ну, это примерно, ну, берем за основу год. Вот год и плюс-минус около 8 месяцев, около год по-разному. Скажите, вы на своей работе, проработав год, можете выйти на зарплату тысячи долларов? 3 тысячи, извините, 3 тысячи долларов. Напишите, пожалуйста, аудитория. Берем за основу, да, людей, основная масса людей пишет «нет». Так, пишет «нет». К сожалению, да. Вот рассматриваем не только Украину, рассматриваем другие страны. К сожалению, тенденция такая, что на 3 тысячи долларов нужно или влад, или большую-большую удачу, где-то там один человек попадет в какую-то фирму, где он будет столько зарабатывать, или быть очень умным, придумать, ну, не знаю, что-то такое сверх... А вообще, основная масса людей, к сожалению, не могут выйти на данный доход. В данной компании, в нашем проекте это все реально. И кто-то может выйти на тысячу долларов, кто-то на 3, кто-то на 5. Все зависит от того, какой темп человек себе возьмет, и в каком будет работать. Поверьте мне, что я уже на своем опыте, и на опыте моих коллег убедилась, что у каждого человека идет по-разному. Каждый, кто-то работает, вот у нас есть первая послета, кто-то работает, так и есть. Вот это 100% проверено и подходит, образно, к нашему проекту. Значит, выйти на такой доход можно без продаж, можно в данном проекте компании, да, реклайн. Но вот, как все привыкли слышать, продажи, да, вот, а откуда же деньги, если нету продаж, да? Понятно, что у нас доход идет, комиссия, да, от 3 до 22% это цепочка уровней до директора. То есть идет 3, 6, 9, 12, 15, 18, 22%. То есть эти шаги, цепочку нужно пройти, да, чтобы выйти на уровень директора. На каждом этапе компания платит деньги, на каждом шаге есть свой доход. Единственное, что вот все начинают с нуля, да, на 3% это маленькая сумма, на 9% больше, 12% больше, еще, еще, еще. То есть, если говорить там гривна, да, то на уровне 15-18% это 2-4 тысячи гривен, по-разному, ну, в зависимости, скажем, уже от структуры. Но это тоже деньги, правильно? То есть мы тоже уже зарабатываем, никто не работает год бесплатно. Просто за основу берем уровень директора, потому что это стабильный, потому что у вас в структуре уже есть стабильная, активная команда, которая работает, да, и вы уже с учетом даже всех расходов на налоги и так далее, да, вы уже имеете конкретную сумму. Поэтому как же без продаж в нашем проекте можно получить денег? Очень-очень просто. Мы просто потребители, и мы просто ищем во всем интернете таких же потребителей, как мы. Все. То есть как вас сюда пригласили, так и вы приглашаете. Я думаю, что это несложно. Несколько поклассать мышкой, несколько, да, раз в некоторых местах, и все. Просто научиться делать это стабильно, научиться делать систематично. Ну, а уже какими методами, это уже, конечно, вы будете обучаться, как только вы уже зарегистрируетесь в проекте, или кто уже зарегистрирован, получил свои первые инструкции. То есть все элементарно просто. Просто, ну, единственное, нужно, кто не владеет, скажем, системой, нужно этому обучиться. Так. Идем далее. Я, в принципе, рассказала, но сейчас еще, да, скажем, более по полочкам расскажу, что конкретно нужно делать. Вот вы приступили к работе, да, вы получили там инструкцию и так дальше. То есть в 99% случаев у каждого человека есть своя страничка в соцсети. Есть? Ну, напишите, у кого нету? Есть такие люди, у которых нету ни в одной соцсети, там, Одноклассники, Контакты, Мой мир, Гугл Плюс, очень-очень много таких. Напишите, у кого нету? Напишите, у меня нету. Или да. Я просто, интересно. Вот, у всех, да, не вижу, даже не 90, 100. Вот, есть, у Виктории нету. Но в любом случае Виктория общается с другими методами, через Skype, да, через почту, потому что по-другому она бы не получила, скажем, приглашение на это мероприятие. Поэтому 100% людей в интернете пользуются, пользуются страницами, общаются с друзьями. Вот, есть и не одна у кого-то. По-разному, но в основном у всех есть. Поэтому для работы, для работы, чтобы начать приступить, да, что нужно? У кого-то есть страница, кому-то создать страницу. Ну, я рекомендую создавать отдельную рабочую, чтобы раскручивать именно свое имя. Значит, создаем страничку для работы в любой сети, оформляем ее красиво, оформляем, ставим фотографию, делаем его просто интересным, да, чтобы люди, которых вы будете приглашать, видели, там, аватар, у них кто-то там, ну, не знаю, он сейчас, люди ставят, такое, всякое. Ну, просто человека конкретного, чтобы они видели, да, и ставим соответствующий статус. То есть человек заходит к вам на страницу, вот вы его пригласили, да, и он смотрит, ага, тут Катя, девчак, показывает какой-то проект, интересно или не интересно, смотрит, разбирается. Потом, вы что, вы приглашаете просто дружить все, кто вам нравится, то есть все, кто есть в интернете. Хотите блондинок, хотите брюнеток, хотите молодых, старых, это вы уже сами решаете, с каким контингентом людей вы работаете. Все. После того, как к вам добавились друзья, вы начинаете просто общаться с этим человеком. Вы говорите, да, пишите, у меня есть то-то, 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 есть такая-такая возможность. Кто заинтересовался, вы даете ссылочку, регистрируете, да, даете ссылочку сначала на проект или там письмо, ну, разные методы, не будем сейчас вникать вообще про суть, как оно происходит вообще, да, но, тем не менее, что вы заинтересовавшихся людей, кто вам дал согласие, вы регистрируете уже свою структуру под себя, да, и проводите все обучение. Все. То есть вы приглашаете так же, как пригласили вас в этот проект и обучаете так же, как обучают вас. Вы просто пересылаете, образно, те документы, те материалы уже готовые, да, которые получили вы. Все. Ничего сложного. Никаких теорем, никаких замудрых схем или еще каких-то, ну, не знаю, что еще бывает, разум проект, нету ничего. Все настолько элементарно просто, что, наверное, от этого люди и переживают, и боятся, что они не смогут с этим справиться. Так. Идем дальше. Значит, как происходит вообще начисление доход, как, ну, чтобы нарисовалась у вас картинка, как проходит вообще оформление человека уже когда в компании. Значит, по поводу денег. Компания зарегистрирована согласно законодательству, то есть все официально, да, она платит налоги отдельно за продукцию, за рекламу, за, ну, вообще, как происходит работа компании, да. Компании и отделений есть в очень многих странах, то есть мы не приравниваемся только к одной стране, то есть мы можем, я работаю с многими русскоязычными странами, у меня где-то, получается, личных моих четыре, четырех странах, у моих уже коллег, новичков еще там есть очень много стран, где они открыли, где они могут работать. Дальше в компании, мы с компанией, мы работаем только в правовом поле, как мы видели, как вы видели, все документы, которые я вам показывала, да, это все официально зарегистрировано, сходятся налоги, то есть никакого подвоха, никаких скрытых схем, ничего такого нету. То есть у нас все официально. Дальше нет, вот, веб-кошелькам, да, никакие электронные деньги или еще какие-то варианты передачи денег от компании мне нету. Я конкретно оформила банковский счет в том банке, в котором я хотела, и это на усмотрение каждого, кто заключает договор, то есть нету такого, что мы привязаны к одному банку. Я открыла в овале, в файлзенбанк овале счет, открыла там карточку, заключила договор, показала, ну, отдала компании реквизиты, куда должны они высылать, и все, а мне зарплата туда образно переходит каждый раз. Дальше, что очень важно, да, это то, что идет трудовой стаж. Все боятся, все на работе такой с 8 до 5 сидят, потому что боятся, а, а стаж, а потом, а клиент и так дальше. Тут стаж идет. Разница только в том, что вы сами себе начальник. Вот мне, честно, какая разница? Вот я получала 2 тысячи гривен, по-моему, на бумажечке, да, мне давали его. Ну, 2 тысячи гривен я получала еще на той зарплате, извините, на той работе зарплату, но тем не менее, с этих 2 тысяч я отдавала 130 гривен в профсоюз, 500 налог куда-то там в эти вот страхи, фондрии и так дальше, короче, потом еще там что-то, короче, минус. В итоге я получала на рынке 1400 гривен. Здесь я получаю, образно, 10 тысяч гривен, я с них получу, получается, 600 гривен. Скажите, есть разница с 2 тысяч заплатить такую же сумму и с 10 тысяч? Так какой мне смысл, образно, работать на какого-то дяде, если я могу работать сама на себя? Не быть привязанным ни к кому, ни от кого не отпрашиваться и так далее. Дальше. Значит, как происходит оформление вообще человека в компании? После регистрации человек, который прошел регистрацию, он получает номер и пароль к своему личному кабинету. То есть у вас, вот как у вас есть офис на вашей работе, у вас есть такой же офис у вас в интернете, пока виртуальный, да, то есть все вы можете сделать всегда дома на компьютере. Первое время, ну, разве что только такие, знаете, очень активные, молодцы люди могут сразу прямо начать зарабатывать. У меня это не получилось, потому что мне нужно было пройти обучение, как-то постажироваться, попробовать и так далее. Поэтому, я думаю, основной массой тоже наших участников проекта, оно тоже так происходит. То есть первое время, у кого-то месяцы, да, у кого-то недели, у каждого по-разному идет стажировка. То есть вы смотрите свои силы, как бы, да, смотрите на свои знания, свои силы, вы пробуете всякие разные варианты, как бы правильно работать и так далее. Как только вы уже это все прошли и вы разобрались, поняли суть, выработали себе систему и все, вы уже знаете, у вас налажено вот шаг 1, шаг 2, шаг 3, все, я вот так делаю, все, я молодец, все, супер отлично. Вы это видите в своем доходе, то есть у вас уже сразу на номер консультанта, который у вас уже есть, там уже есть такая графа «объемная скидочка» и туда уже капает денежка, ту, которую вы заработали. Все зависит от того, скажем, сколько людей под вами, какой товарооборот и так далее. И потом, когда вы уже выходите на хороший доход, вы оформляете договор. Ну, про документы мы уже говорили, более детально, если надо, связывайтесь с вашими спонсорами, кто уже в проекте, вам это более детально расскажут, что, зачем делать. Ну, пока вы еще, скажем, только обучаетесь, ваша цель – это, как бы сказать правильно, у каждого должна быть твоя цель, и ваша цель – это первая ступень от того маркетинг-слана, в том маркетинг-слане, который вы себе возьмете. Да, вот включите на директора, пожалуйста, включите на президента, пожалуйста, вот это ваша цель. Вот чем больше цель вы ставите, тем быстрее вы будете проходить вот эти все остальные ступень. Лично от меня вам такой совет. И в итоге вы получаете законные деньги на вашу карту. То есть все, нету никаких, говорю вам, подвохов, заманув и никаких таких крытых систем, ничего здесь нет. Наверное, это больше всего пугает наше смысление, потому что уже привыкли к тому, что если все так просто, значит, что-то здесь не так. Давайте подведем такой итог по сути проекта, да. Значит, личное потребление мы с вами прошли, это мы меняем свой обычный магазин, который находится через дорогу, на свой магазин, который у вас дома в интернете, под своим номером. То есть вы покупаете образно сами у себя. Плюс в том, что вы никуда не выходите, вы покупаете отличные товары со скидкой до 17%, да, и вы не привязаны ни к чему. То есть вы можете заказать себе с доставкой на дом, хотите в офис, то есть есть очень-очень много всяких вариантов. Скажите, вы, вот давайте так поставим вопрос, все, кто тут присутствует, вы можете купить не в магазине, а у себя? Ну, это трудно, можете купить? Можете, правда, ничего сложного здесь нету полностью. Рекрутирование. Как вы видите, здесь на картиночке, да, очень-очень много всяких социальных сетей, очень разных всяких мест, где можно искать своих потенциальных партнеров, потенциальных клиентов. То есть вы приглашаете людей в проект, чтобы они так же зарабатывали, как и вы. Вы не просите, не умаляете, ни с таким не бегаете. Вы просто приглашаете в свою команду людей. Скажите, трудно нажать на кнопочку «Добавить друзья», да, и просто пригласить к себе человека. Скажите, вот вы это можете сделать? Можете ли вы пригласить одним движением мышки человека в команду свою? Правда, не сложно? Можно, легко и просто. То есть тут ничего нету готова. Обучение. Переходим на обучение. Вот можно обучаться платно, можно обучаться ходить в специальные школы. У вас обучение бесплатное и находится у вас дома. Скажите, можете уделить хотя бы там тот час времени в день и просто пройти все инструменты, которые у вас есть, все шаги, которые вам дают бесплатно? Можете? Можете. Правда? Ничего сложного здесь нет. Тут даже для таких, как я, которые, я вот в некоторых моментах, да, даже не знала, что куда нажать. Даже для таких, как я, есть специальные видеоуроки, куда нажать, куда тыкнуть, как копировать, переставить и так далее. То есть научиться всему можно. Осталось только желание и осталось поставить перед собой цель. Как минимум вы, ну как сказать, вы обязаны попробовать. Это как минимум, понимаете? То есть я никого не переубеждаю, я показываю, что есть такой вариант, есть такая возможность. Никого я не переубеждаю, никого к себе не тяну. Но как минимум от себя личный совет. Я говорю, что нужно пробовать, всегда нужно что-то в жизни пробовать. И только тогда у человека будет достижение его цели. Понятно, что не у всех сразу все получается. Не вопрос, ничего страшного. Все мы люди, все мы учимся, да, и ничего тут такого нет. Не все родились с самыми умными людьми. Поэтому все очень просто. Три простых шага. Вот и это и есть наша суть. Суть данного проекта. Дальше я подготовила такой слайд. Как бы это сказать правильно. Ну, все, скажем так, у меня все спрашивают. Скажите мне, пожалуйста, ваш один секрет. Ну, какой, говорю, секрет. Ну, как вы достигли успеха, как это у вас все получается и так дальше. Я никак не могу подобрать это все одним словом. Потому что реально нету такой счастливой пилюли, скажем, нету такой таблеточки, которую можно выпить и все, стать большим директором, много зарабатывать и так далее. В данном проекте я для себя, ну, и чтобы вам объяснить, как построить себе это, да, как я работаю. Я для себя выделила следующее. Во-первых, когда вы приходите или вообще что-то начинаете, когда вы приходите в проект, да, вам нужно понять цель. То есть что и зачем вы делаете. То есть если вы хотите конкретно что-то купить, вы это должны, ну, вот, голове себе нарисовать. Какое это будет, какого цвета, чуть ли не пощупайте. Потому что если вы будете, вот, мне надо миллион долларов. Ну, есть у вас миллион долларов. И что дальше? Вы потратите этот миллион долларов, в итоге и что дальше? И ничего. Это, кстати, вот, даже с практики был такой эксперимент по психологии. Еще давно я смотрела, что 50% людей, вот, когда получают то, что они хотят, но они не конкретизируют свою цель, они не знают, что с этим делать. Были даже случаи, что люди сходили с ума от того, чтобы получили такую большую сумму, и вот распылялись и не знали, что с ней делать. Поэтому первый мой секрет – это цель. У меня была цель обеспечить со своей стороны свою цель, да, потому что я не говорю, что я там, ну, и бедные были или еще, нет, было. Ну, было, ну, настолько это все было в притык от зарплаты до зарплаты, что я себе ничего не могла позволить, и ребенку я не могла позволить то, что я хотела ему купить. У меня была конкретная цель – обеспечить своего ребенка свою семью, поменять там конкретно ту же машину. И я знала, что мне нужно зарабатывать для этого деньги. Поэтому, если только я поставила перед собой цель, я уже знала хотя бы направление, что, куда и как мне двигаться. Дальше. Второй мой секрет, и это самое грандиозное, что может быть, вот, да, мне только это сказать, это, да, это свобода. Вот каждый из вас пока задумается, какая у, скажем так, кто работает на работе, такой привязанной к офису, да, или там, не знаю, кто работает, да, у кого есть свобода. Это свобода во времени, да. Этот проект мне показал, что мне не нужно ломиться утром по пробкам в дождь, куда-то быстро бежать, потому что если я опоздаю на 5 минут, меня начальство вычитает по полной программе, и им не будет интересно, почему она опоздала, да, мне еще надо ребенка завести, в сайт и так далее. То есть в этом проекте, в проекте «Экспресс-карьера моя», «Экспресс-карьера моя», нету ограничений по времени. Меня часто спрашивают, как начинается мой день. Да, по-разному он начинается, честно вам скажу. И по-разному заканчивается. И, наверное, в этом вот как моя работа. Потому что если я до позна, заработалась, я могу спать подольше, там, попросила мужа, мужа, я могу поспать подольше. Захотела я утром поработать, я утром поработаю. Мне позвонила подружка, там, пойдем куда-то, или там какая-то важная там встреча у меня. Пожалуйста, я закончила свою работу, я остала и пошла. У меня нет привязанности, что я, если у меня работа или нет, я с 8 до 5, как штык, должна быть на работе. Также место. Многие из вас даже до сих пор, наверное, не думают об этом, но у вас есть свобода места работы. У меня, вы знаете где? Там, где есть интернет. Это может быть дома. Это я могу поехать куда-то на отдых, просто взять с собой ноутбук, и если там нету даже интернета, у меня есть флешка, такой принесной интернет. Я могу поехать к маме, пообщаться с ней, и тоже с ней показать, что я делаю, как, ну, и так дальше. То есть ваше рабочее место – это любая точка страны, мира, называйте это, где есть интернет. Скажите, что это свобода, и это здорово. Такого вы нигде, нигде не найдете. Третье, что я указала, это свобода в информации. То есть все, что бы вы ни хотели, что бы вы ни хотели научиться, посмотреть, это все есть в интернете. Полностью. Мы так же, да, спонсоры, и наши новички, наши коллеги, мы тоже обучаемся, мы придумаем какие-то там новые фишки, мы обмениваемся опытом, мы ищем что-то новенькое, да, что бы такое, чтобы облегчило работу и систематизировало наш проект, нашу работу. То есть свобода информации, такого нигде нет. Да, раньше мы ходили куда? В библиотеку, открывали, там, уступники, там, и так далее, проходили, что он делся. Тут вы, сидя у себя дома, можете найти любую информацию и обучиться полностью всему, что вы хотите. Дальше, третий такой секрет основной, это поддержка. Поверьте, такой поддержки, как здесь, у меня, не знаю, как у вас, я вот по себе сужу всегда на своих примерах, у меня никогда не было. На той моей работе, помню, чем больше я делала, тем больше мне сказали, в кавычках, свое спасибо. Я могла спахать, как лошадь, но с меня снимали премию, потому что пришла проверка образно, там наложили какие-то штрафы, но виновата всегда была я. Вот, это была такая поддержка, благодарность, скажем, от того руководства. Здесь, в данном проекте, работают замечательные люди, такие же простые, как мы с вами. Вот, я более чем уверена на другой стороне монитора, вот у нас тут 160 человек, да, мы обычные простые люди. Может, у кого-то, да, есть два-три образования, кто-то вообще без образования, да, но мы обычные все люди. И в этом проекте, да, наши спонсоры такие же простые люди, которые тоже просто захотели и что-то сделали, и ведут нас за собой, да. То есть, как мы ведем вас, нас ведут наши спонсоры. Я очень с большой благодарностью хочу сказать спасибо моим спонсорам, это Анна Черна, которая вообще это все придумала. Я думаю, не только я, все, кто есть в проекте, ей настолько благодарны, что она сейчас должна себя прям свидеть в свою чатку. Такого, как она придумала, нету нигде. Дальше у меня другой был спонсор, директор, это Нина Попол, да. То есть, это люди, к которым я обращалась по любым вопросам. Мы могли созваниваться, даже созванивались, да, в 2 часа ночи, если что-то не получалось, да. Они отвечали мне на все смс, на то, что я ей когда-то доставала. Вот это была реальная поддержка. Самое, что радует, что оно происходит до сих пор. Мы, знаете, как большая дружная семья, сейчас спонсоры поддерживают всех. Причем, как меня, который уже на золотом, на уровне золотого директора, так и вас, когда вы только-только придете в наш проект. То есть, нету ограничений, кто в каком статусе, кто на каком уровне. Мы все одна дружная команда. И девиз нашего проекта, помоги заработать в другом, и ты работаешь сам. Дальше очень, что важно, это поддержка от компаний. То есть, таких инструментов и, скажем, такой поддержки, какая есть у компании Reflag, ну, я не встречала. Может быть, у кого-то есть, я спорить не буду, но настолько информирование идет от компании ко мне, что, может быть, где-то что-то я бы только захотела узнать, а мне это уже пришло на почту. Меня интересует какой-то вопрос. Я звоню в компании на горячую линию, где работает сутки. Я звоню и уточняю там любой вопрос, который меня интересует, например, по выкладам или по структуре. Ну, это уже, скажем, такое. То, что не можем узнать мы, мы узнаем в компании. Также у нас есть кураторы в компании, которые тоже помогают в разных индивидуальных ситуациях. Нет ничего нерешимого. Мы не находимся где-то далеко, вот компания, где-то в Копкот, где-то тут маленькие серые люди. Нет. Настолько идет, скажем, сплочение между мной и компанией, что такого у меня никогда не было. Я вот, ну, опять же, возвращаясь, если смотреть мое руководство в прошлое, так мне, чтобы попасть в шеф, вот тот, который в моем городе, мне надо было в приемной записываться и так далее. Это было что-то грандиозное событие. Здесь настолько это сет компании, что, ну, я вам передать не могу. Это очень круто, это очень классно. А еще самая большая поддержка, вот мой секрет, это поддержка моей команды. То есть, наверное, я бы не была на таком уровне, за такой период, и вообще не была бы в таком восторге, если бы у меня не было команды. Я очень горжусь тем, что у меня в структуре есть люди, на которых я могу положиться, и люди, которые ждут от меня какой-то помощи и поддержки. Вот, доказательства этому я подготовила вот в следующие слайды. Сейчас покажу, просто если я не увижу, немножечко увеличу. Это последние переписки с новичками. Сейчас, одну минутку. Последние переписки с новичками. То есть, я этих людей не знала. Я их даже не приглашала. То есть, это уже люди, которых нашли, мои же люди. Да, ну, какой, как мне приятно, когда мне пишет совсем чужой человек, обранно, да, первое впечатление о том, что он пришел к нам. Семь, зачитая несколько последних вариантов. Да, я вот написала письмо, здравствуйте, я там приветствую вас в моей команде, в нашем проекте. Пишет мне девочка, привет, меня зовут там Кристина, мне 22 года, я молодая мама в декрете, у меня двое прекрасных мальчика, два с половиной годика и два месяца. В команде 25 января вышла на 3% уровень, есть один новичок. Поставила перед собой цель на свой день рождения получить менеджера. Второе сообщение. Здравствуйте, я в вашей команде, меня зовут Алена, мне 23 года, ей дочка и 3 месяца, сейчас заканчиваю медицинский университет, хотелось бы продолжить работать с вашей командой. Это переписка, это письма конкретных людей. То есть, насколько приятно, я человека не знаю, я даже не знаю, откуда они, что и так далее, но у меня каждый день все больше и больше приходит в мою команду, и все больше и больше этих людей вот ставят перед собой цели, и они будут зарабатывать. Тут еще две переписки я подготовила, мне просто очень понравилось. Так, давайте я зачитаю. Здравствуйте, в вашей структуре расскажу немножко о себе. Меня зовут Катя, я очень рада знакомству, мне 22 года замужем, детей пока нету, заканчиваю университет, специально буду изучать балет-мейстер. Так, опыт небольшой в построении данного бизнеса. Так, на первую неделю в экспресс-карьера уже сделала свой первый заказ, и уже есть два личных новичка. Планы и цели, как у Наполеона, мечтаю о финансовой независимости, о квартире, так как сейчас нету собственно жилья, о путешествиях и, конечно, обеспечении будущей своим детям. Ну и так далее. То есть, вот эти конкретные цели конкретных людей. Понимаете, к нам приходят обычные люди. Вот как вы обычные, так и там обычные. Обычные люди. И я горжусь тем, что я могу показать возможность, как они могут свои цели организовать. Причем организовать это без ущерба, без вложений денег, без каких-то, ну не знаю, рисков, и так далее. То есть, это моя команда. Я горжусь тем, что у меня она есть, я горжусь тем, что я могу им помочь. И каждый день у меня начинается с мысли, что меня кто-то ждет на той стороне монитора, ждет моего ответа. И я могу ответить, я могу помочь. Вот, скажем, вот это и есть один из секретов, да, поддержки. Это очень здорово. Каждый принимает решение себе сам, но для меня это очень-очень много значит. Вот следующий слайд. Давайте так, чтобы я не одна только говорила, я вот поставила такую картинку. Почему не у всех получается? Вот я тут говорю, как все классно, здорово, легко, просто, да, но почему не у всех получается? Напишите одним словом, как вы думаете, почему не у всех получается зарабатывать, быть лидерами, быть директорами и так далее. Лень. Согласна. Еще варианты. Не хотят. Нет, а желание в том-то и дело часто есть, но это все слова. Вот, вижу, Юлия пишет страх. Кто еще пишет страх? Не хотят это, нет опыта, не уверенность. Да, вот эти все, да, это все пункты, выпадающие от того, что хотела сказать я. Я соглашусь с Юлией, и вот Лена пишет, да, это страх. Страх, знаете, в чем? Вот я для себя сделала, что выглядит. Страх, что они не хотят, вот человек не хочет брать на себя ответственность. 80% случаев людей, которые со мной общаются, да, вот такие, офлайн. Они готовы работать с 8 до 5, делать любую рутинную работу, но они боятся взять на себя ответственность, взять на себя даже лично. Они лучше будут говорить, какой дядя плохой, и какую плохую зарплату он им платит, и какое плохое отношение, и вообще в офисе грязно, холодно и так дальше. Они будут дальше сходить на эту работу, да, но они боятся, боятся стать таким же дядей, только самому себе. Вот и вся разница. Пока у человека внутри есть страх, у человека никогда ничего не получится. Ну, я так считаю, это мое мнение. Вы уже, в принципе, рассматриваете свои варианты, возможно, у кого-то другие какие-то причины, но я считаю, что основная проблема – это страх ответственности. Здесь другой вариант. Тут вы берете на себя ответственность, как вы себя настроите, как вы себе поставите цель, так вы будете идти вперед, и столько же вы будете зарабатывать, и таких же целей будете достигать. Вот как только пройдет у вас этот страх, вы вот сядете вот так, знаете, возьмете, глубокий вздох, выдох, и вот представьте так себе, я хочу то-то, то-то, то-то. Меня не интересует, что там будут говорить, что-то делать, какие-то скептики и так дальше. Все самое важное должно быть у вас в голове. Ваши цели вы должны достигать сами, никого не слушая. Я просто знаю, что есть такая универсальная модель у людей, как-то так оно выстроилось, так бабушки учили, мамы, и так должно быть. Я помню, в университет проходило не 5-6 лет. Я специально пошла на работу, чтобы учить на обучение. Потом я работала по найму. Как только я работала, я искала по отработке, потому что там не хватило. Перспективы какие у меня были. Вот я смотрю сейчас на свою маму, которая отработала 30 с чем-то лет. У нее пенсия 50 долларов. Вот это перспектива. 50 долларов за то, что она целую жизнь скалывала. И меня бы это ждало, если бы я хотела работать и хотела бы жить вообще по этой модели. Согласны вы, что вот такая модель существует в основной массе населения? Ну, правда же? Очень редко у кого там пенсия побольше или там, ну, не знаю, надо на каких-то очень серьезных компаниях работать, чтобы вот обеспечить себе больше. Вообще, в основном, стандарт – это вот такая ситуация. А почему так происходит? Потому что так у всех. Все привыкли, не выпихиваться, не вытягиваться, не будь выскочкой, сиди себе тихонько, вот все ходят на работу и ты хуй. Это неправильно. Каждый человек индивидуален. И каждый должен понимать, что все, что у него будет в жизни, зависит от него. Вот и все. Доказательство этому, да, мы еще раз вернемся на один слайд, да, назад. Я не хотела так, как все. Честно вам скажу. Да, я боролась. Я боролась с единственными родными, которые меня упрекали. Я боролась с тем, что надо мной смеялись другие, даже до сих пор мне, которые удивляются. Как это так? Ага, ты там, ты там, ты там. Ну, короче, всякие такие, знаете, неинтересные биологии им надо звать. Вот я не смотрела на них. Я себе сделала выводы, я себе поставила цель. И то, что я хотела, на данный момент у меня есть. Да, я сейчас себе ставлю чуть больше цели. Да, но это же неплохо. Я вот хочу больше, да, я буду работать больше. Я не хочу останавливаться. Я хочу передать свой бизнес так, чтобы мои дети, будущие, да, еще хочу детей, чтобы они не жаловались на жизнь, чтобы они не жили на тысячу гривен. И так дальше. То есть я не хочу по обычной модели. И с вас, вот тут есть 521 человек уже, да, я думаю, вы тоже не хотите. Если вы пришли вот сюда, на данный вебинар, у вас тоже совсем другие цели в жизни. Единственное осталось просто начать, пробовать, не получается еще раз пробовать. Вот и все. Вот я говорила о том, что я там, да, показываю перспективы нашего проекта. Почему, да? Я вам сейчас по тезам таким расскажу, почему. Потому что я такого не видела больше нигде, и вы не найдете. Я уверена в этом. Почему именно экспресс-карьера и моя карьера онлайн? Потому что этот проект независимый. Он ни на кого не похож, ни оттуда не взят. Это придумала наша Анна Черна. И все, она заплатентировала, и мы работаем по ее системе. Обучение в нашем проекте бесплатное. То есть вы также не найдете все инструменты, чтобы были бесплатные. Да, может, у вас там первая инструкция в том-то проекте будет бесплатная, но все равно вам какой-то взнос, или там пройдите регистрацию, внесите 10 долларов, ну и так далее. Там разная схема. Потому что никому не выгодно бесплатно обучать. В нашем проекте обучение бесплатно. Не получилось у вас, вы пошли другое что-то искать. Но как это все делать, вас научат. Дальше. В нашем проекте готовые инструменты, и даже больше это имеется в виду, что время не стоит на месте. Есть очень много разных фишек, программ, которые только облегчают вашу работу. Которые сокращают время повышения своего уровня. И это тоже дают наши спонсоры. И я даю своим людям. Потому что я хочу, чтобы зарабатывали мои же люди, наверное, больше, чем я. Потому что мы все вместе, только тогда сможем выходить на нормальные уровни и нормально, стабильно расти. Дальше в нашем проекте есть поддержка онлайн. Это чаты, это такая же комната, как сейчас. Это страницы. То есть люди, которые находятся онлайн, мы с командой можем друг другу давать консультации, несмотря на то, кто в какой структуре находится. То есть тут новичок получает помощь в любое время, по любому вопросу. Еще одно большое преимущество, что у нас командная работа. То есть если мы обмениваемся опытом, что-то придумываем, мы всегда советуемся с коллегами, мы советуемся со всеми людьми, у кого есть структуры. И рассматриваем варианты, что лучше, что хуже, как бы не ошибиться, и как бы лучше только нашу работу. А самая большая, самая важная для меня принцип, почему именно наш проект, потому что мы как большая, большая семья. Поверьте, что таким похвастается немногие. Очень-очень много есть коллективов, которых козни, которых другу, этого палки в колеса поставить, наговорить всяких гадостей друг на друга. Я думаю, 95% случаев такие коллективы есть. Есть, которые хорошие, да, но вот к таким же хорошим относимся и мы. Мы никогда не ссоримся, у нас весело, и вообще мы поддерживаем друг друга, как братья и все, честно. И это очень, меня это очень радует. Это небольшой-большой стимул. Также покажу на слайде, почему именно рефлей. Во-первых, данный проект, он есть независимый, но почему его Аня ввела как за основу, да, и на основе его начала разрабатывать систему. Со всех представленных компаний, которые есть на рынке сейчас, именно стабильных, только в этой компании самый лояльный, самый лучший маркетинг-план. Нету никаких заманул, подводных камней, непонятной системы и так дальше. Тут настолько все честно и правильно построено, что зарабатывают только те, кто работают. Нельзя прийти в проект, договориться и стать сразу менеджером 18%. Нет, тут такого нет. Тут даже будущий бриллиантовый директор или там какой-то директор или президент, он начинает с нуля. Так мы с вами начинали с нуля, так и следующие люди, все начинают с нуля. Дальше. Стабильность компании. Она на рынке скоро будет 50 лет. Если она пережила мировые кризисы, кризисы те, что были у нас в стране, поверьте, что и дальше, если будут какие-то нестабильные ситуации в экономике, мы дальше все равно будем жить и будет компания развиваться. В данной компании продукции более 1500 номинований. Это разные. Это декоративная косметика, уход за телом, за волосами, это даже есть там сумки и всякие там для детей. Очень много всего. Тут на любой вкус и цвет. Кстати, по поводу того, что когда часто задают вопрос, вот мне не подошло или там у меня аллергия, я сразу отвечаю, у вас может быть аллергия или еще что-то, но это не означает, что это на продукт именно компания Replay. Вы можете в аптеке купить какой-то тоже продукт, если у вас индивидуально на какой-то компонент есть реакция организма, так это будет всегда. Единственное, вот тут нужно подбирать свое. Я, допустим, все перепробовала, мне все нравится, у меня нет никаких аллергий и так далее. То есть я очень-очень довольна и сравниваю уже даже с такими брендами, которые по телевизору показывают. И я знаю, что оно полностью по качеству соответствует. Нет, у них хуже, ни лучше. Поэтому я очень довольна продукцией и советую всем ее пробовать и приобретать. Еще одно очень большой плюс, преимущество данной компании о том, что тут бизнес передается по-настоящему. То есть я знаю, что если вдруг куда-то там лет после, ну не знаю, тогда я смогу передать свой бизнес своим детям. я буду знать, что они будут продлевать образно те наработки, которые были у меня. Поверьте, это очень круто. Неограничный доход заключается в том, что тут каждый сам устанавливает себе сумму. На какую сумму вы хотите выйти, только вы и работаете. Вот и все. Простая математика. В России, знаю, есть очень классные такие программы, то есть компания помогает получить ипотеку на жилье, у кого его нет, и на автомобиль. То есть там настолько лояльные проценты, что даже с зарплаты директора человек может себе позволить оформить данный продукт, данную мечту. скажите, у кого-то есть такое на работе? Или где, может, вы где-то слышали, что такое? Нет. Нет. У меня не было, честно вам скажу. Поэтому, если вы планируете все это иметь, пожалуйста, вот все, вам это предоставляется. Осталось только начать. Так, ну, будем уже закругляться. Вот последний наш такой слайдик подготовленный. Это для 490 самых активных стойких молодцов слушателей, которые выдержали все, что я наговорила. И для вас конкретно есть приз. Это бонус от нашего проекта «Экспресс-карьеры». Это бесплатный рекрутинговый сайт. Стоит он 3000 долларов. Но в нашем проекте вы его получаете бесплатно. Он наполнен информацией там сразу будет указано ваше имя. Все регистрации будут приходить на вашу почту. Вся информация, которая там есть, этого достаточно кандидату вашему для того, чтобы он ознакомился с проектом, посмотрел перспективы, принял решение и зарегистрировался к вам. Этот инструмент это 60 или 70 процентов вашей работы. Вам осталось пригласить, подружиться, пригласить, написать и выпить ссылочку на этот сайт. Это вы получите после регистрации и после любого активационного заказа в нашем проекте. Более детально по данному бонусу вы можете уточнить у спонсора, это имеется ввиду для новичков, которые уже в нашем проекте, люди, которые еще думают, которые когда вы меня послушали, что это за проект и так далее. Значит, вы обращаетесь к тому человеку, кто вас пригласил на данный вебинар и он вам более детально расскажет, как получить бесплатно данный сайт. На этом в принципе все. Анонс на завтра в это же время по этой же ссылочке будет проходить такой же вебинар по стилю жизни. Рассказывать свою историю и свои методы работы будет Марина Сенюк, она вот с вами золотой директор, поэтому, кто имеет желание, может быть, послушать какие-то другие методы, возможно, я, скажем, свой вариант рассказала, кому-то интересно более по-другому послушать, пожалуйста, приходите, слушайте, приглашайте своих новичков. На данный момент у меня все. Я не включала камеру специально, потому что боялась, что у нас комната въезд. Если остались вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Я остановлю сейчас запись, если надо, включу камеру, и мы уже с вами пообщаемся. Если вопросов нет, тогда, в принципе, можем заканчивать. Я тогда жду в чате в чатан. Спасибо. Продолжение следует...